Только туда-сюда ходит кукуруза, что-то еще продают, еще продают и все, потребляется, 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 жуется. Человек не может, он жует, 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 жует. Это просто ужас. То есть его постоянно требуется, чтобы он жевал. Вот это у него вызывает какое-то там спокойствие и так далее. Вот эти какие-то желания, какое-то слишком повышенное и неестественное чувство голода. Все это выводит человека из равновесия. Вот тут вот оно нацеплялось и его, грубо говоря, дует. И у него нету спокойствия. А когда человек голодает, обязательно почитайте мои книги по голоданию. Там я привожу различные вещи, влияние голода на полевую форму жизни. Что происходит с полевой формой жизни? Об этом ни один автор не удосужился написать. Потому что он либо особо сам не голодал, либо этого не знает, и потом, что он будет писать об этом. Вот, и возникает действительно такое спокойствие. Ощутили такое радостное спокойствие. Вот, как сейчас у меня. Иногда безмятежность. И безмятежность. Этого я даже не ожидал. То есть, вот эти все искажения в ауре нашей, в этих тонких полях, все эти паразиты тонкоматериальные, которые имеются, они от голода отскакивают. А сама наша аура, сами наши тела, которые получают теперь, вот запомните, обычное питание, оно несет, грубо говоря, я съел там куриную ножку. И тем самым голограмму курицы я ввел в свой организм. И моя голограмма, да, должна, как бы сказать, вот эту голограмму курицы усвоить, ассимилировать. Я съел рыбу, я съел там, допустим, телятину, я съел яйцо, я съел еще что-то такое. То есть, все вносит в свою, будем говорить, в свою вот эту информацию, которую у нас есть там внутри, и если организм ее не ассимилирует, не перерабатывает, не, как бы сказать, не усваивает, не побеждает, то она начинает давлеть над человеком, и никакой безмятежности, спокойствия, понимаете, нету, мы с помощью питания вносим в себя огромное количество различных информационных потоков с пищей, особенно, может, с животной пищей. И вот это вот вызывает вот такие вот вещи. Так вот, на голоде, на голоде, когда нету этого, от питания сюда информации не вводится, то наш организм потихонечку ее ассимилирует, усваивает, это раз, да, и далее, далее, она не вызывает искажений, потому что что-то я съел искажение, что-то я съел искажение, то есть у нас идет энергия на то, чтобы победить информацию, которую внесла пища, а тут этого нету процесса, понимаете, и вот тогда, вот эта энергия, которая тратилась на то, чтобы вот все эти голограммы от принятой пищи, будем говорить, ассимилировать, усвоить, она идет на восстановление вот этих вот наших тонкоматериальных структур, то есть наши тела начинают, как бы сказать, уплотняться, светиться, энергетика чувствуется, вот особенно вот с этих, ну у кого как, у меня лично вот с этих энергетических центров аж прямо лучебель, через глаза хорошо идет, ну это так, на таких сроках. Вот что голод делает, понимаете, еще помимо всего прочего, а то все говорит, да, там шлаки вводят, там клетки восстанавливают, еще он работает на уровне тонких тел. О том, что голод используется с главного предназначения, это посвящение, вообще, говорят, единицы, то есть с помощью голода осуществляется посвящение, это самая важная вещь вообще, для чего необходимо голодать. А мы этот аспект не берем даже во внимание. Так вот, далее, все это я вам рассказал. Теперь он говорит, в сентябре хочу поголодать 20-25 суток. Я ему написал, Льву Иванову, чтобы он этого не делал. Пусть отголодает опять 10 суток. Голодание весной, когда теплее, голод вносит в организм сухость и холод. Эти процессы. А окружающая среда, как раз май, да, они вносят где-то тепло и влажность. Ну, примерно так весной там дожди идут и влажно. То есть, вы понимаете, вот этот голод получился, что он прекрасно вписался в биоритмологические особенности сезона ввода. И далее, так вот получилось, все хорошо, тепло и так далее. То есть, это все способствовало тому, что вот эти вот, как бы сказать, я не хочу сказать, что это вредные влияния сухость и холод от голода, но тем не менее, это, как бы сказать, это его составляющие вещи, которые на выходе могут давать своего рода осложнение, так называемое перворазбуждение жизненного принципа ветра, который состоит из холода и сухости. То есть, начнутся там проблемы с опорожнением, с сухостью кожи, с суставами, с психикой и так далее. И тому подобное. Стоп! Значит, летом, это, как бы сказать, внешними факторами, климатом, все это было, как бы сказать, уравновешено. Сейчас же, в сентябре, если голодание такое длительное, длительное, после которого надо восстанавливаться, в сентябре он, допустим, проголодает, пускай весь сентябрь, да, он будет восстанавливаться, организм восстанавливается месяца два, чтобы полноценно, не спеша, все это произошло. Будете быстро спешить, ничего не получится. И все это восстановление, которое голод несет, сухость и холод в организм, да, которые на голоде еще вызовут более-менее так нормально, на выходе могут, в 90% случаев, усугубить состояние вот сухостью и холодом, и в добавок еще сухость и холод внешние, сделают свое дело, и человек не поймет, как же так, я голодал 10 суток весной, и получил такой великолепный результат, а теперь думаю, сейчас я осенью сделаю, а получится тоже, получится не то, что он хотел, а нечто другое, то есть не в два раза больше, как он думает, что это вот получится, а нечто может получиться совершенно иное. Поэтому лучше, лучше, и тем более на каждый голод требуется психическая энергия, которая лежит в основе того, что вы проявляете волевые усилия по поддержанию голода, вы настроили себя и держите на голоде. Вот, это требует энергии, особого рода энергии, ну я ее называю психическая, волевая, которая именно волю поддерживает. Так вот, ее трансжирить не надо, она восполняется не так быстро, как вы там поели, там глюкозу колонули, и глюкоза у вас там уже все в организме. На нее требуют иногда годы, требуются. Поэтому я рекомендую следующее голодание, льву сделать весной, как он сделал вот это вот голодание, десятидневное, а сейчас сделать вот это вот просто десятидневный голод. И правильно выйти, и понаблюдать за собой, что к чему будет клонить. А что касается кожи, для расшлаковки кожи в дальнейшем, это применяет испанский плащ. Великолепная процедура для кожи. Обращиваете себя холодной простыней, укутываете тяжелым одеялом, и у вас получается такой, как бы сказать, сначала холод. Одеяло давит, и возникает потихонечку как бы парной эффект, тело нагревается, и начинает потеть. И вот это во всем влажном, как бы сказать, состоянии через кожу идут огромное количество этих шлаков. Она отлично очищается, оздоравливается, и в то же время она не сохнет, понимаете. Это прекрасная такая процедура, впоследствии которой можно расшлаковывать наш организм. Вот такие вещи я хотел рассказать вам о голоде. То есть не спешите. В холодное время года каждый голод вообще проходит совершенно по-другому. У вас что-то происходит с тонкими телами, вы к чему-то уже подготовлены. То, что вы будете ожидать от этого голода, то, что прошли, этого может быть не им не быть, что-то будет другое, понимаете. То есть это уже отработано тем сроком голода, который вы уже прошли, что-то будет другое. И тут получается, что вы, как бы, знаете, входите в страну инкогнито, о которой вы не имеете никакого понятия. Вот примерно там лес, вот там овраги, деревья, еще что-то, какие-то животные и так далее. И не подозреваете, что чем глубже вы входите в этот лес, тем более дикованные вещи с вами могут происходить. И не всегда они могут быть хорошие. К ним надо заранее подготовиться. То есть если вы, как бы сказать, у вас форпост будет 10 суток, еще 10 суток, вот, вы уже, как бы сказать, с этого форпоста будете делать. А если вы сразу уйдете там, грубо говоря, дальше, чем за 10 суток, вам тяжело будет вернуться на тот форпост, который вы уже отработали. И что с вами там произойдет, у каждого человека, свои собственные наработки в прошлой жизни, свои собственные связи, свои собственные, допустим, наслоения, задолженности и прочее, прочее, прочее. И все это будет сугубо индивидуально отрабатываться. Поэтому не спешите. Вот вы сейчас, я вам рассказал большую вещь, что наиболее благоприятное время, это весна. Как раз на весну большой пост, великий пост. Прекрасное время, когда вас могут и оттуда поддерживать, когда вот эта вот теплота, когда вот эта вот влага, и когда, понимаете, вот как бы сказать, организм после вот этого вот зимнего, так сказать, голодания, он естественно входит в вот этот вот новый пищевой режим, который дает весна, который дает лето, и все прекрасно получается. А осенью, когда надо накопить уже накопленные запасы для того, чтобы пережить зиму, а вы голодом только хопа, грубо говоря, где-то там потратили часть вот таких вот запасов, часто еще там что-то вот. И это тоже надо не это самое, из виду не упускать. И получается, что вы без резерва вступаете в суровые погодные условия. Поэтому 10 суток это будет то, что надо. А! Будьте разумны, читайте мои книги, ну если так, спрашивайте что-то я, если буду в ударе, как сейчас, я вам это объясню. Что-то со собственного примера, потому что то, что вот у меня было, то я и знаю.